Анатолий Коваленко – первый харьковчанин, который подал документы на оформление биометрического паспорта. Обычный паспорт у меня есть, но я все-таки надеюсь, что Евросоюз будет отменен визовый режим, ну и будет возможность свободного передвижения. Эксперты говорят, биометрический паспорт – лишь малая составляющая на пути к безвизовому режиму. В целом этот процесс длительный, требующий от Украины соблюдения ряда правил. К тому же у Европы есть большие опасения по поводу трудовых мигрантов из Украины и тех граждан, которые будут бежать от войны в другие страны. Добавляют, биометрический паспорт не дает право на трудоустройство за границей и на длительные поездки больше 90 дней. Если человек не имеет достаточных обоснований для того, чтобы посетить европейскую страну, например, там хотя бы ваучер на проживание в отеле, обратного билета, подтверждающего то, что он вернется в страну, то очень вероятно то, что на границе его будут заворачивать обратно. Биометрический паспорт, в отличие от привычного заграничного документа, имеет встроенный чип с оцифрованным изображением лица, подписью и отпечатками пальцев человека. Это позволяет другому государству больше контролировать гостя, а значит обезопасить себя. К тому же документ содержит информацию о правонарушениях, которые совершил человек, а иногда позволяет отследить количество дней, которые владелец документа пребывал в зоне Евросоюза. Некоторым харьковщанам такая перспектива не по душе. В какой-то степени смущает, то есть идентификация человека, в каких целях это будет использоваться. Одним из преимуществ биометрического документа именно благодаря встроенному чипу специалисты называют его надежность. В миграционной службе уверяют, что в случае кражи или потери паспорта злоумышленники не смогут им воспользоваться. Ведомстве передостерегают от услуг частных организаций, которые предлагают минимум 1000 гривен за оформление документа. Паспорт выдают только в миграционной службе. На своих сайтах мошенники пишут, что якобы являются официальными партнерами Государственной миграционной службы Украины и государственного предприятия «Документ» в области оформления документов. Однако ни миграционная служба, ни ГП «Документ» не сотрудничают по вопросам оформления паспорта для выезда за границу с какими-либо частными компаниями. Пока биометрический паспорт в Харьковском регионе можно оформить только в Главном управлении Государственной миграционной службы на улице Рыморской. Внешне он почти ничем не отличается от его аналога без чипа. Такая же 32-страничная синяя книжка, но с международным символом на обложке и на первой странице с данными. Выдается документ, как и обычный загранпаспорт, на 10 лет. При этом старый нужно сдать. Обойдется биометрический паспорт украинцам в 518 или 775 гривен в зависимости от срочности оформления. По срокам обещали в течение 20 дней. Это обычная процедура, ускоренная неделя, но в тот момент ускоренная процедура невозможна была в первый день. Первым в Украине биометрический паспорт получил глава государства Петр Порошенко в виде исключения сразу же 12 января. По словам президента, в мае на саммите Восточного партнерства в Риге будет рассматриваться вопрос о безвизовом режиме между Украиной и странами ЕС. И тогда же, возможно, Евросоюз примет какое-то решение. Однако политологи приводят в пример Молдову, первую постсоветскую страну, которая лишь спустя 5 лет после начала выдачи биометрических паспортов получила безвизовый режим с Европой. И учитывая сложное внутреннее положение Украины и большую территорию страны с многомиллионным населением, на быстрое подписание соглашения, надеяться не советуют. Мария Жукова, Алексей Жучков, Дмитрий Герасимов. Объектив неделя.